Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы на моем канале. Сегодня я представляю вашему вниманию видео о вязании. Вернее, я расскажу вам о том, что происходит в моей вязальной жизни. Как я вяжу, что я вяжу на данный момент, какие у меня есть готовые работы, какие у меня есть начинания, удачи и неудачи. Сразу хочу сказать, что те, кто зашел сейчас впервые на мой канал Яндекс.Дзен, хочу вас пригласить подписаться. Даже если вы не вяжете, вы много найдете здесь всего интересного. Изначально этот канал открывался как вязальный, но сейчас я понимаю, что я не хочу показывать только вязание. Мне есть еще много, что показать и рассказать. Поэтому на данном канале теперь будут выходить видео не только по вязанию. Это будет канал моей жизни, мой жизненный влог, в котором есть место и вязанию, конечно, но еще есть место и огороду, и готовке, и детям. Все это вместе будет выходить на моем канале. Я буду показывать, как мы живем, что мы ремонтируем, какие дела мы домашние делаем, как у нас сажается и растет огород. Делиться с вами кусочками нашей жизни, воспитанием детей, подвигами и достижениями, нашими удачами и неудачами. Все это вы можете найти на моем канале, но также и вязание. Сегодня видео о вязании, поэтому в данном видео оставайтесь все те, кто вяжет, кому интересно данное хобби, потому что это хобби занимает большую часть моей жизни. Я очень люблю вязать и вас тоже хочу призывать и к тому, чтобы заниматься какими-то хобби, потому что это действительно отвлекает от жизненных проблем, это радует и я считаю, что человек, который занят любимым делом, он счастлив. Я вот очень люблю вязать и я очень счастлива, что у меня есть эта возможность. Так, еще раз повторюсь, в видео вязание приступаем рассказывать о вязании. Первое, что хочу показать вам, это мою готовую работу. Я довязала свою маечку летнюю крючком. Полностью моя импровизация, полностью все из моей головы, вот как мне хотелось, так я и вязала. Я уже несколько видео показывала вам, видео несколько, да, как эта маечка вяжется, какие были продвижения, какие были удачи, неудачи. Была попытка сюда замешать третий цвет, но мне это не понравилось, поэтому я все переделала и сделала все более-более интересней. Горловина получилась такая, как я и хотела, вот именно мне хотелось какой-то необычный вырез, нестандартный, да. Все у меня получилось так, как мне надо. Так, полностью связался, вязался полностью из вот такой пряжи, это от Вита Коко. 100% мерсеризованный хлопок, коричневый цвет, это 27-й, это вот все, что осталось у меня от двух моточков. А вот этот цвет оранжевый, к сожалению, это очень было давно куплено, вернее, даже нет, не куплено, эта пряжа была мне подарена, девочки, и я уже ни этикеток, ничего не знаю, потому что это мой самый долгий долговяз, который у меня был, он у меня два лета лежал, и вот в этом году, в третье лето, я его довязала. Спинка у меня полностью связана оранжевым цветом. Так, сразу скажу по крючку, вязала я крючком номер 1,8. Я думала, что 2, но потом, пересмотрев старые видео, когда еще здесь была надпись, вот на ручке, здесь было написано 1,8. К сожалению, сейчас он уже стерся, он даже уже несколько раз ремонтировала я его, вот здесь вот даже можно заметить, я его вгрела, сам крючочек вставляла, немножко придавливала здесь пластмасса. Мне очень он нравится, ручка мне это удобно. Знаете, в принципе, это китайский крючок, он дешевый, но я все равно экономлю, видите как. и в принципе вяжет он и вяжет, и все как бы, да. Просто на тот момент, когда он у меня сломался, кстати, когда я вязала еще спинку, был вечер, мне не хотелось там отлаживать, не хотелось дальше вязать, и я пошла вот так вот, отремонтировала, и он держится целый, мне удобно, ничего не мешает, вяжу хорошо. Так, вот таким крючком вяжу, да, спинка, как я и сказала, у меня полностью оранжевым связанным, сейчас я вам переверну, вот таким цветом все полностью связано. Я, кстати, девочки, довязала, постирала, но не заправила кончики, поэтому, как только заправлю кончики, я вам, естественно, уже покажу заправленными кончиками данное изделие. Так, спинка полностью связана таким узором, вообще изделие связано все этим узором. Данный узор, я выпущу в ближайшем видео, статью по данному изделию, как я его вязала полностью, дам расчеты, выкройку, расскажу, сколько рядов, где, сколько петель, как выполнялся скос плеча, поэтому изделию будет описание, здесь у меня на Яндекс Дзен, ну, как положено, полностью вы зайдете, прочитаете, можете эту статью себе как-то отметить, подписаться на меня и вместе со мной такое изделие связать. Хоть я в крючке и не ас, но это изделие самое-самое простое, можно сказать, самое-самое простое. Абсолютно, как бы, нет здесь ничего сложного, здесь обычные прямоугольники, только буквально есть небольшой скос на плечах, вот, да, вы можете заметить, совсем небольшой, здесь перепад буквально 2-3 сантиметра, и вот здесь только горловина интересная. Рукава здесь у меня ничего такого нет, даже подрезов здесь нет, но сидит она очень-очень достойно. Хотя, в следующий раз я, конечно, сделаю подрезы, вот, но это тоже сидит очень достойно, вот у меня сшиты между собой, да, и здесь у меня получается просто пройма рукава обвязана вот столбиками с одним накидом, и еще последний ряд, это просто соединительными столбиками. Я еще раз скажу, что здесь не запрятаны кончики на изделии, поэтому не обессудьте, вот так как есть, да, закрою. Я ее постирала, думала закрыть кончики, но получилось так, что мне после стирки я примерила, и мне показалось, что горловина, ну, прям сильно открытая, мне захотелось буквально на сантиметр сделать ее более закрытой, и я обвязала еще одним рядом, здесь вот, у меня было обвязано один ряд столбики без накида, как вот и на пройме рукава, да, и один ряд столбики соединительные, но так как получилось, что мне не хватало после ВТО, я обвязала еще одним рядом, и хочу еще раз постирать. Вообще, после ВТО пряжа как-то хлопок сам поднабухает, и он какой-то становится более плотный, вот, и подтянулось изделие вниз, подтянулось, здесь ушло 5 мотков, 250 грамм, ну, немало ее, я считаю, что совсем немало. Так, девчонки, ну что, в принципе, наверное, я именно вот, что хотелось рассказать по этому изделию, я рассказала, только вы можете сказать, как я так вязала, я вязала, вот смотрите, одну полочку, вот, по плечу, да, вот эту оранжевую, ой, простите, задела штатив, девчонки, сейчас все исправим, так, вот эту оранжевую полочку я вязала вот по плечу, просто прямой, да, следующее у меня было связано, вот эта часть получается, вот по плечу, вот так вывязана, вот по вот эти столбики, но сюда я хотела, как я вам показывала, вставить полоску зеленую, ярко-зеленого кукон, но когда я ее сюда вставила, мне не понравилось, и я взяла, связала еще вот такую, на два рапорта шириной, полосу, и таким же узором, только коричневого цвета, и у меня здесь получается, по переду, видите, идут столбики с одним накидом, потом полоса, снова такого узора, и оранжевые столбики с одним накидом, мне нравится эта задумка, интересная, и это дало мне возможность, сформировать вот такую интересную горловину, почему, потому что я, смотрите, вязала как, я довязала вот здесь, вот, до столбики, я вот здесь их оставила, потом связала два ряда вверх, уже, вот, одного рапорта узора оставила, потом снова, и здесь вот были у меня, вот такие вот ступеньки, и вот за счет этих ступенек, я их потом обвязала, вот так, наискосок, сначала я первый ряд обвязывала столбиками, просто, без накида, да, столбиками без накида, вот у меня, наискосок они обвязаны, потом следующий ряд, у меня, уже столбики с накидом обвязаны, и потом закрепилась, и получился вот такой скос, наискосок, и так же здесь, То же самое здесь, у меня здесь было также связано порогами, два порога, да, и вот они то же самое дали вот это формирование вот такой интересной горловины. Я совсем не ас в крючке, еще раз повторюсь, я, это первое мое плечевое изделие на меня, на дочку я вязала платье раньше, летние сарафанчики. На себя я вяжу впервые и мне нравится то, что получилось, вообще у меня крючок захватил в последнее время, у меня есть идея начать вязать еще себе несколько изделий, вернее даже я уже начала одно изделие и второе у меня есть в ближайшее время начать, но я пока метаюсь, я думаю о возможности, хватит мне, у меня есть пряжа, я никак не могу решиться, хватит ли мне на платье или мне только хватит. на юбку, вот пока метаюсь, но об этом, наверное, расскажу в видео о планах по вязанию. Так, скажу сразу, что в ближайшее время на Яндексе здесь выйдет статья о том, как вязался данный такой майка, топ, я не знаю, летний крючком, и в этой статье будет узор, узор будет обязательно. Так, девочки, это первое, что у меня здесь готово. Теперь, наверное, начнем, у меня есть еще одна готовая работа, но я вам покажу ее немного позже, сейчас я вам покажу свои процессы. Так, как я вам сказала, что я уже начала вязать кое-что крючком, и я вам этот процесс показываю. Кто смотрит меня давно и видел видео, тот знает, что у меня была связана круглая кокетка из пряжи Ализе Мис, к сожалению, потеряна этикетка, потому что это также был один из долговязов, была связана круглая кокетка, она была уже связана практически до талии, но у меня не хватило пряжи. Я надеялась заказать такую пряжу, но получилось так, что я не могла ее найти, именно тот цвет. В видео, в которых я ранее вязала эту кокетку, я показывала номер цвета, но про шестив магазины я именно этот цвет не нашла. Потом была попытка заказать еще раз, я заказывала, но там была проблема с посылкой, но не важно, факт то, что, если честно сказать, мне уже и кокетка-то разонравилась, и довязывать ее уже не было желания, и я решила переиграть. Девочки, я решила сделать, связать кокетку крючком для платья. Получится, как я и вязала белое, да, только я вязала сверху вниз из пряжи Пихорка Блестящее Лето. У меня там связано изделие сверху вниз регланом крючком, это первый мой реглан был крючком. Вот, и я там низ подготовила сейчас материалы, скоро буду пришивать, конечно, вам покажу. Юбка у меня будет сшита из обычного текстиля, да, материала, а верх у меня связан крючком. Так и здесь я решила связать верхнюю часть топ-кокетку крючком, а низ у меня будет также пришит из материала. Материал уже для этого тоже подобранный, вот, и теперь осталось только вязать вниз, сам верх платья. Так, девочки, это Ализе Мисс, я сказала, номер цвета не скажу, знаю, что только рекомендации по крючку и по спицам номер два, там от полтора до два. Я вяжу номером два, мне нужна такая легенькая кокетка, у меня здесь три матка Ализе Мисс, они все смотаны, вот, я распустила, но я не выпрямляла эту пряжу, я знаю, что после ВТО, конечно, она разровняется. Здесь, смотрите, у меня то, также ничего не выровнено, потому что, ну, пряжа немножко такая, некрасиво смотрятся столбики, наверное, давайте вам немного приближу. Не очень красиво смотрятся эти столбики, потому что пряжа сама, видите, какая она, вот она, она кучерявая, вот, как показать, ну, вот она, эта ниточка, да, видите, она какая. Она после вязания крючком, тем более вещь была отпарена, постирана, вот, поэтому, ну, ничего, я знаю, что после ВТО здесь все поравняется, потому что, когда я вязала кокетку из блестящего лета крючком, она тоже была не отпарена, ну, пряжа не отпарена, была кривенькая такая, косенькая, сейчас все там разровнялось и хорошо смотрится. Так, правильно, вот так, и вот такие мои начинания. Вчера я начала вязать крючок номер два, вот такой, мне нравится он вообще, тоже очень удобный, китайский, самый обычный, дешевый, я не помню даже сколько я за него отдавала. Мне очень удобно им вязать. И, девочки, вот сколько я провязала, сделала наборный ряд, мерила по вот этому, я не заморачиваюсь, я в крючке не понимаю, как рассчитать, как там вязать эти, девочки вяжут эти, как сказать, столбики, вяжут образцы, высчитывают. Нет, я этого ничего не делаю, потому что, но я с крючком абсолютно на вы еще. И я как, я взяла, связала наборный край эластичный крючком, как я умею вязать, померила его длиной по изделию, которая вот на мне сидит хорошо, в данном случае вот это. И начала вязать полностью, да, не заморачиваясь, вот, начала вязать вот просто столбики сначала без накида, потом один столбик с накидами, потом начала вязать так. Три столбика с накидом, воздушная петля, три столбика с накидом, воздушная петля. Вот такой незамысловатый узор, и иногда меняю, видите, поочередность. Вот три ряда у меня связаны вот так, дальше у меня идет так. Сейчас у меня будет ряд, уже будут вот здесь вот столбики. Ну вот, как-то как типа в шахматном порядке, да, но пока еще это плохо видно, но вот так все равно видно. Вот они, три столбика так, здесь дырочки, три полоски, сейчас это будет вот здесь полосочки. Ну, периодичность у меня, это все, знаете, в процессе вязания, как хочется. Вообще я могу связать и просто хаотично, лишь бы были дырочки, я здесь не хочу никакой закономерности. Для меня это не важно, просто вот что-то лишь бы интересно было вязать. Подойду, когда это будет уже не, это будет что-то наподобие маечки топа, да, вот с такими маечкиными бретельками, да, вот как на маечках у нас бретельки, а вот это что-то будет вот такое, поэтому там буду делать сокращения и по пройме, да, вот вывязывать сами вот эти лямочки. Ну, буду пробовать, надеюсь, что все получится. Мне нравится вязать, очень удобный процесс, и я его, наверное, с собой вот буду брать. У меня были носки дежурные, а сейчас, мне кажется, уже жарковато вязать носки, когда куда-то идешь или едешь. И, скорее всего, буду брать вот этот процесс с собой, буду потихоньку продвигать. Я думаю, что до середины лета, я его, возможно, и до лета, и до июня, или до июля, я все равно это довяжу. То, что получается мне очень нравится, и цвет мне нравится, поэтому перевяжу. Перевяжу. Жалко, что такая пряжа летняя будет пропадать, вот просто лежать, чего-то ждать. Лучше связать и носить. Так что будет вот такая маечка, которая уже к низу, вот здесь я еще потом сделаю обвязку несколько раз столбиками, сначала без накида, потом вообще соединительными столбиками для того, чтобы пришить низ платья, и будет такой летний красивый сарафан. Но когда здесь дойду уже до вывязывания вверх, да, дойду до вывязывания липа, где бюстгальтер, я уже не буду делать вот этих дырочек, я буду вязать уже просто сплошными столбиками с одним накидом, чтобы как-то было более, ну, не одевать под низ никакого подклада, чтобы это просто можно было одеть просто обычный бюстгальтер, да, и достойно выглядеть. Вот, ну, как-то так. Ну, это все по ходу, я все равно все здесь буду освещать и показывать. Так, это мой второй процесс, это, вернее, вот мой процесс, который у меня есть, да, и мне он очень нравится, я его вяжу с огромным удовольствием. Так, девочки, что еще у меня здесь вяжется? Еще у меня вяжутся носки, да, я вам показывала, сейчас я верну камеру в более, подниму ее немножко повыше, чтобы вам было более понятно и видно, что у меня здесь. Так, это носки, я вам показывала носки, я начала вязать носки из вот такой огромный моток, я его покупала в нашем местном магазине офлайн, да, это пихорка верблюжья. Здесь идет 65% верблюд и 35% акрил. Я вяжу в две нити, 600 метров в 100 граммах, вяжу в две нити, на спицах 2,5. И вот, вяжу в две нити, на спицу 24 на другую, и вот вязалась полностью резинка 2 на 2, да, вот вязала я в две нити, потом я вывязала сам вот этот подпяточник, да, тоже его с помощью резинки 2 на 2, и пятку уже я вывязывала, девочки, самым обычным лицевыми петлями. И сейчас у меня по стопе пойдет уже лицевые петли, а по изнанке, ой, по верху здесь будет так и идти резинка 2 на 2. Носки вяжу для дочери на размер 35, поэтому, мне кажется, свяжутся они быстро. Но, конечно, продвигаю их мало. Вот был очень такой, несколько таких прохладных дней, когда шел дождь, я немножко их повязывала. Но, опять же, я их повязываю или вечером уже, когда я в кровати, или вот, ну, в основном вечером. И немножко я вот этот подпяточник, я вывязывала его, ездила там по делам и немножко ждала, и там повязала. Ну, а так в основном я их потихонечку продвигаю по рядочку, но ничего. К осени будут носки, сейчас, конечно, они уже совсем не актуальны, у нас тепло, но вот продвижение есть, потихонечку вяжу. Пятка обычная бабушкина, сейчас такой момент, я остановилась, буквально провязала, подняла петли вот по бокам, и мне сейчас нужно вывязывать, делать клин подъема. Поэтому, да, вот так выглядит как-то несуразно. Ну, ничего, потихоньку буду вязать и обязательно свяжу. Дочке нравятся такие носочки, поэтому буду вязать. Как-то так. Спицы 2,5, я, по-моему, говорила, да, вяжу Magic Club. Ну, если честно, девочки, какие-то они непонятные, я их меряю на 2,5 они как-то не входят, на 2,75 вроде входят, но как-то большеватые, что-то непонятное. Ну, это китайские спицы, ну, в принципе, удобно ими вязать. Нет, это не китайские девочки, я вам вру, это я ногами вяжу. Написано 2,5, но мне больше кажется, что это 2,75, они такие, чуть покрупнее. Ну, ладно, это еще один мой процесс, в нем есть небольшие продвижения, ну, как есть, да, не сильно уж сильные продвижения там большие, вот какие есть, такие есть. И еще я начала еще один процесс, буквально вчера вечером что-то я устала от вот этого розового процесса крючком, это тоже я начала буквально вчера в обед, немного провязала вот и оставила, да, устала немного от крючка, захотелось чего-то именно спицами. Но сейчас в связи с обстановкой в мире абсолютно не хочется забивать голову себе всеми расчетами и всем остальным, поэтому я решила так по-быстрому начать, вот, что бы я хотела, да, я вам не так давно показывала вот такую пряжу, что я купила пряжу Тантурина от Камтекс, вот, пряжа для ручного вязания. Здесь идет 160 метров в 50 граммах, состав идет 95 процентов хлопок длинноволокнистый и 5 процентов лайкра. Вот, вот такая пряжица, рекомендации здесь по спицам и крючку, спицы 2,5, крючок также 2,5, ну, конечно, на пятерке я бы это не вязала никогда, потому что пряжа тонкая. И, девочки, я начала процесс, да, вот, вот такой моточек, вот так он выглядит на тумбе, вот на такой вот он внутри, вот, и я начала процесс, естественно, развернуть вам мне его навряд ли получится. Я начала вязать для себя топ-майку, не знаю, вот, что-то такое обычное, спортивное, летнее. Скорее всего, я присмотрела там себе такие интересные шортики и хочу именно это изделие к шортикам. Сейчас приближу вам, чтобы вам было более понятно, что я вам тут показываю. Так, смотрите, мои дорогие девчонки, вот такая вот начало, но здесь еще совсем ничего не понятно. Единственное, я хочу вам показать, это реглан, да, вот регланные линии по спинке, вот, связаны. Здесь использую маркеры, это маркеры подарок Марии Ермаковой. Маша, огромное спасибо, если смотришь, не смотришь, все равно спасибо, душевный человек, огромное спасибо за такие маркеры, мне просто безумно приятно. Вот, и здесь вот, вот такая вот красотень у меня вяжется. Мне очень нравится эта нитка, она вот, видите, она неоднородная, здесь вот даже видно вот такие вот, ну, я думаю, хлопок, это скорее всего, вот эта сама красная, а лайкра, это, наверное, вот эта вот ниточка черненькая обмотана. И она, видите, как обмотана, идет то периодичностью, то вот такие вот прям сильные, ну вот, видите, идет сильная черная, потом идет вот опять тоненькая. Ну, как-то интересно сделано, мне нравится, вообще эта нитка понравилась, она приятная. Вот, трогаешь ее, очень она приятная на ощупь, но в вязании она немного грубоватая, я бы сказала, как бы, нет, она неплохо ей вязать, но это не хлопок, Белла однозначно, Белли, конечно, этой пряжи, да, Ализабелла далеко, Белла, она прям мягенькая, мягенькая. Здесь такой вот немного грубоватый эффект есть, но мне очень нравится, как она ложится, и вот в лицевой глади, я тут не мудрю ничего, просто вяжу обычной лицевой гладью на спицах номер 3, да, где вот эти черные пятнышки, здесь прям такие дырочки побольше получаются, вот, но мне все равно нравится, и цвет, я очень хотела давно именно такой цвет, поэтому вяжу, радуюсь, вообще сейчас такое все жизненное, да, не очень приятное обстоятельство, и поэтому лучше хочется что-то яркого, необычного, отвлечься, забыться, и поэтому вот этот цвет мне прям хотелось, вообще давно хотела именно майку красного цвета, я знаю, что мне подходит этот цвет, поэтому вяжу. Здесь я заморочилась, девочки, изначально начинала вязать, не хотела никаких заморочек, но потом заморочилась, и заморочилась основательно, я редко делаю углубления по спинке, но в этот раз я сделала расчеты, сделала углубления по спинке, хотя я планировала просто начать процесс и не заморачиваться вообще, сделала здесь углубление по спинке, чтобы был, да, хороший здесь росток интересный, вывязала горловина, здесь будет смотреться очень-очень интересно, это такая будет лодочка, наверное, вот, не знаю, как он, ну, это я уже так как-то давно вязала, это вот лодка, в формате лодочки горловина будет, вот, поэтому здесь, ну, интересно вывязано, сейчас я вам расскажу о расчетах, к сожалению, вот у меня нет спиц, у меня испортились спицы на длинной леске, надо бы, наверное, прикупить спицы на леске номер 100 хотя бы, чтобы вот переодевать изделие на таких этапах и показывать вам хотя бы более-менее, чтобы было понятно, что у меня здесь вообще, да, что это такое вообще, ну, думаю, что постараюсь продвинуть и в ближайшее время уже показать вам хотя бы готовый реглан на манекене, так, я вам покажу сейчас расчеты, вот, я здесь все рассчитывала, сейчас приближу камеру вам, чтобы вам было понятно, девочки, и покажу вам все это более-более подробно, чтобы вам действительно было понятно, что я тут вяжу, смотрите, девчонки, так, у меня здесь, я уже, ну, просто название написала, да, пряжа тантурина сверху вниз спицы номер 3, это моя дежурная тетрадь, я сделаю, здесь делаю все минимальные записи, когда начинаю вязать какое-то изделие, на реглан я сразу решила выделить по две петли, не заморачиваюсь, это стандартно, так, и я набрала, получается, 120 петель, я вот здесь не написала, набрала 120 петель, а, вот, я писала, девочки, думаю, господи, туда не увидела, ладно, набрала 120 петель, разделила их просто, 36 на спинку, 40 на перед и на рукава по 18, и 8 петель у меня ушло на реглан, здесь не отмечены, но, вот, напишу с вами, реглан 8 петель, это моя дежурная тетрадь, я не люблю никаких там, чересчур красивых записей, все как есть, и смотрите, девчонки, я вам сейчас постараюсь приблизить в камеру и рассказать, как я делала углубление по спинке изначально, вот, видите, у меня первая часть ростка, вот, я разделила маркерами, да, вот, у меня здесь везде висят маркеры, и разделила маркерами именно реглан, отметила, и как я вязала, вот, здесь у меня было начало ряда, я отсюда провязала, я делала сразу же прибавки в каждом втором ряду на реглан, но при этом я здесь, вот, отсюда провязала сюда, захватила здесь три петли по спинке, вернулась на руках, захватила три петли, потом вернулась опять по спинке, захватила три петли, потом вернулась сюда, захватила три, отсюда сюда и отсюда сюда, все, здесь у меня на этой стороне закончились пороченные ряды потом я отсюда пошла вязать сюда 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 вот и вязала вот аж до вот этого маркер получается вот ну провязала линию реглана по спине да и вот здесь захватила три петли сделала разворот провисала сюда потом отсюда провязала сюда разворот сюда потом сюда и сюда вот от этого места я сделала разворот и пошла вязать вот сюда уже получается на этом месте у меня заканчивается первая часть ростка и вот с этого места вот у меня получается я иду сюда дошла и все меня первая часть ростка закончилась дальше как я вижу с этого места я получается вот она у меня вот здесь это место да вот это вот 3 вот это у меня вторая часть ростка и вот этого места я возвращаюсь сюда провязываю здесь петлю которая у меня двойная она будет здесь двойная при повороте и вот вот она эта петля двойная я ее провязываю по лицевой стороне и от нее захватываю еще три петли и это у меня начинается уже вторая часть ростка я захватываю три петли возвращаюсь и уже через всю спинку провязываю вот и возвращаюсь вот сюда здесь тоже будет двойная петля которую я провязываю и за после нее еще захватываем 3 петли лицевой провязываю и возвращаюсь вот сюда и вот так же ещё раз ты петли возвращаюсь опять сюда еще раз три петли и уже вот в таком порядке обратно поворотными рядами вот по три петли захватывая я провязываю по 3-3 потом 4-4-5 со всех сторон вот так я захватываю петли и у меня горловина получается такая хорошая, ярко выраженная лодочка. При этом в каждом втором ряду, в каждой линии реглана, в каждом втором ряду я делаю прибавки. По одной петле, по одной прибавке с каждой стороны реглана, как и в стандартном реглане, из протяжки, да, вот между, получается, регланной петлей и спинкой, да, вот спинкой, петлями спинки, беру из протяжки петлю, провязываю ее скрещенной, вот так вот. Ну и все, в принципе, а потом просто замыкаю вязание в круг и начинаю уже делать прибавки в каждом втором ряду на реглан из протяжки, но при этом вязание уже идет не обратно поворотными рядами, а по кругу. Я думаю, что тот человек, который вяжет, он поймет по моим записям. Постараюсь вот показать, вот это первая часть ростка, вот это вторая часть ростка. Я рассказала все прям подробно-подробно, девочки. Ну, как подробнее, еще я не знаю. Если не понятно, ну, спрашивайте, хорошо, спрашивайте обязательно в комментариях. Я буду стараться еще вам ответить. Но советую всем тем, кто вяжет, обязательно делать вот такие вот подробные зарисовки, чтобы вам было проще понимать. Вы можете отметить эти каждые три петли, да, вот каждый, где у меня стоит черточка. Вы можете повесить маркеры, развесить. По мере их провязывания будете снимать и уже не запутаетесь. Я, в принципе, вот вижу, как я вяжу, вот когда у меня такие рисунки я делаю технически, у меня получается, что я все понимаю и даже не пользуюсь маркерами. Вы попробуйте, я вас уверяю, вот кто вяжет, вы попробуйте делать, вот кто не делает технически вот такие рисунки, попробуйте. Я думаю, вам понравится. Это намного проще, нежели каждый раз вот в голове держать, как вы делаете. Вот это очень помогает именно технический рисунок. Но опять же, я говорю для девочек, которые начинают вязать, это настолько помогает, вы уже потом понимаете этот процесс без рисунка даже. Но чтобы не ошибиться, это все очень просто, да, записать, зарисовать. И это именно горловина получается горловина лодочкой. Если вы хотите сделать более V-образную горловину, вам нужно делать совсем другие прибавки, вот здесь совсем другое количество разворотов и брать совсем другое количество петель. По-другому здесь провязывать укороченные ряды, чтобы горловина получилась более V-образной. Вот, ну это уже в другой раз вам покажу. Но сейчас пока вот рассказываю о том, чтобы получилась красивая овальная горловина, да, горловина лодочка. Вот такой вот способ. Я для себя вывела уже давно и не первый раз я так вяжу. Я уже не делаю никаких расчетов там 100% единственное, я сразу не сказала, у меня размер 48-50, поэтому на мой размер, вот берите, не ошибетесь. Спицы номер 3, 120 петель. Я даже здесь плотность не считала, потому что, ну я настолько знаю для себя, что мне это будет идеально. Если вдруг, я, кстати, девочки, даже не вязала образец из данной пряжи, вот настолько я лентяйка. Вообще я считаю, знаете, возможно это неправильно, возможно как-то нужно по-другому. Вот я знаю, девочки вяжут образцы, показывают расчеты, я очень минимальные расчеты делаю, вы видите, я вам сама показывала, а иногда не делаю их вовсе. И не вяжу образцы иногда, иногда вяжу, если бобинная пряжа, если я ее боюсь, там что-то случится. Но здесь хлопок, навряд ли что-то случится. Вот, я, смотрите, девчонки, я такой человек, я не люблю напрягаться в вязании, я считаю, что в вязании я должна отдыхать. Поэтому я, ну уже даже опытным путем примерно знаю, сколько мне нужно набрать петель для себя. Вот, и вязать. Расчеты делаю, как я и сказала, самые минимальные, поэтому, ну я не знаю, мне настолько не хочется заморачиваться в своем вязании. Ну что-то делать как-то, может, кто-то скажет, вы неправильно, вы там не посчитали, не разделили, не умножили. Ну, мне это не надо, я рассказываю, как делаю я. А если вам нужно, чтобы именно с расчетами, тогда вам проще, конечно, к девочкам более опытным, которые более подробно рассказывают это все. Ну я вот рассказываю так, как делаю я. Да, я уверена, что на размер 48-50 вы по моим расчетам свяжете, и все у вас будет хорошо. Потому что это уже проверено, вязалось не один раз. Кстати, здесь набор обычный длинный хвост девочки у меня, и я провязала два ряда просто лицевыми. Ну, первый ряд просто по кругу, да, соединила, провязала после набора петель, а второй ряд уже я в этом ряду развешивала маркеры. Вот так у меня. И если вдруг, это у меня не окончательно, я хочу, скорее всего, обвяжу это крючком горловину. Ну, я не хочу здесь никаких нейкордов, ничего тут придумывать, поэтому не стала набирать набросовую нить, я просто обвяжу крючком, скорее всего. Мне хочется вот что-то очень простого вот такого, поэтому здесь нет ни узоров никаких, ничего. Есть задумка по карману, возможно, сделаю какой-то карман, и есть задумка по разрезам. По разрезам в зоне уже, да, внизу уже, в маечке, в боковых разрезах. И все, в принципе, больше нет ничего. Ну, еще я вам хочу показать одну готовую работу, и сейчас я уже перейду, покажу вам ее на плечиках, перейду в другой формат, с формата руки в кадре. Да, девочки, отключилась, но потом поняла, что мне нужно сначала вам показать пряжу, а потом уже показать само изделие. Я покажу вам пряжу. Изделие вязалось из вот такой вот пряжи, наверное, я уже неоднократно ее показывала. Да, это все была бобинная пряжа, и вот такая вот тоже пряжица, а это остатки. Вот этот образец, это вязался кардиганчик на весну, такой мягкий, пушистый, приятный, сейчас набросить на плечи укороченный кардиганчик. Вот, и он у меня готов. Вязала я его на спицах номер 4. Это у меня идет, вот это здесь идет шерсть, немного альпака, а остальное все вискозы, там полиамид, но не настоящий. Это что-то такое вот букле. Здесь и шло в 100 граммах 1000 метров, вот такая вот буклированная ниточка, она идет, видите, как секционная. Вот ее расцветка. Вот, а это идет ниточка меринос, у меня 80% и 20% или полиамид, или акрил, что-то такое вот. Это очень нежное, приятное, вот меринос, меринос, он безумно приятный, просто шикарный. А здесь у меня вот эта ниточка белая еще была добавлена, это у меня махер на полиамиде. Здесь идет в составе 30 махера, остальное тоже вискозное. И вот такой состав у меня, из вот такого вот состава, да, из вот этих ниточек у меня получается вот такой вот образец. Мне он понравился, и я начала вязать. Резинку вот я здесь вязала только с добавлением двух махера и мериноса, да. А само изделие у меня вязалось уже с добавлением вот этой ниточки. И сейчас я вам его покажу, какой он у меня получился. Я его уже связала, постирала, он у меня высох, но я еще не прятала кончики. Ну, я примерила, мне нравится все. Теперь мне осталось запрятать кончики и пришить пуговицы. Вот, ну, пуговицы пришью и уже потом, скорее всего, покажу вам на себе. А сейчас хотя бы покажу его вам, как есть на тремпеле, да, чтобы вы посмотрели. Так, девочки, ну не обессудьте, так как есть, долго думала, куда бы это все повесить. На улице темновато, если вешаю где-то за карниз сбоку, получается, что засвечивает некрасиво. И решила вот в кухне сейчас, вот в своей, вот так вот вам заснять на спинке стула. Повесила тремпель, да, вот как есть. Нужно вообще придумать куда-нибудь вот туда, сделать, прикрепить, скорее всего, один небольшой какой-нибудь крючочек сделать декоративный, да. И на нем показывать свои вещи, чтобы вот там у нас стена идет, она однотонная, будет красиво смотреться. Ну, а пока так, как есть, вот по-честному, да. Вот, связала, постирала, естественно, как выглядит на мне, тут-то не покажешь, на тремпеле его. Но он очень классный получился, очень хорошо распушились, девочки, очень хорошо распушились вот эти резиночки. Вот, вот, сам, именно сама обработка. Вот, хорошо распушилась обработка. У меня здесь связан, я не стала вязать ни в какой подгиб, ничего. Ну, вот, по-простому связала здесь. А у меня здесь будут пуговички. Вот, здесь идет красивая V-образная горловинка. Вот здесь она будет заканчиваться. И дальше уже пойдут пуговички. Сейчас, конечно, он здесь вообще, он не заворачивается, ничего. Это просто тремпель не очень по его размеру, поэтому... Вот, все вот так связано. Здесь, конечно, еще не убраны у меня кончики. Вот, все вот так безобразно висит, ну, как есть, да. Вот, он у меня полностью, получается, тело, да, кардигана. Здесь хороший скос плеча сформирован. Все это полностью связано вот с добавлением секционной пряжи. А рукава, девчонки, у меня связаны уже, видите, просто белой пряжей. Вот, мохер и меринос, да. Вот, вместе связаны они так. Здесь у меня тоже так же... Да что такое засвечивает? Жутко неудобно вообще. Вот, рукава у меня вот так вот тоже обработаны айкордом по низу. Вот, видите, как он распушился. И меринос распушился, и мохер заполнил полностью все. Хотя, рукава я так же, хотя и вязала на спицах номер 4. И даже резинку я делала на спицах номер 4 и закрывала айкордом. Видите, как оно выглядит. Единственное, здесь я делала сокращение по рукаву. Я вязала полностью его вот ровной. Здесь буквально сделала три убавки. Вот, да, вот на клин, на сам подрез. Видите, здесь был хороший подрез. Я сделала этот треугольник. Три убавки. И далее вязала уже все полностью на номере 4 без убавок. И вот уже к концу здесь я сделала, получается, каждую третью петлю я убавила. И потом уже все вместе. Просто провязала немного рядов. Шесть рядов у меня здесь идет резинки 2х2. И айкорд. Все. В принципе, все. И закрыла айкордом на три петли. Все очень просто. Вот. Смотрится мне нравится как. Рукава здесь не получились длинные. Получились очень достойные. Такие, как я и хотела. Это вот весенние. Сейчас вот у нас близится Пасха. И, скорее всего, на Пасху я одену брючки, одену маечку под низ. А сверху одену его. И это будет такой... Вот. Если жарко, можно будет снять в любое время. Да. Вот планка как выглядит. Вот этот вот край, откуда она выходит. Да. И по низу. По низу, конечно, нужно было бы тоже, наверное, у меня есть мысли, пряжа есть, набрать здесь петли и закрыть их айкордом как по планке и по рукавам. Скажите, как вы думаете, стоит? Нет? Вот пока у меня поэтому он высох и висит, я еще никак не доберусь. Но вот этот момент, именно как вот выходят рукава из тела, да, белые, мне очень нравится. Мне такое ощущение, знаете, что это отдельный жилет. А из него вот выглядывает под низом одетый другое, да, другое изделие. Мне вообще нравится то, что получилось. Задумка классная. Пуговицы у меня, скорее всего, здесь будут белые. Я хочу, чтобы их практически было не видно. У меня там есть несколько вариантов. И я, скорее всего, во влоге буду вам показывать, да. Я хочу сегодня начать снимать новый влог, где будет все, где будут и вязания, ну, полностью дни, будни, да, буду вот снимать свой день, как он у меня проходит, что я готовлю, как мы проводим время, что мы делаем. И также по рукоделю, какие у меня вещи есть, потому что я набрала много материала, сейчас хочу и шить, и вязать, и все. Я хочу полностью уйти в вязание и забыть о том, что происходит в мире. Стараюсь вообще не смотреть телевизор, не читать какие-то более такие новости. Раньше поначалу я сидела просто полностью погрязшись в этих мыслях, читала, листала новости, телеграмм, пролистывала все это. Очень серьезно дало мне знать потом на моем здоровье и на нервной системе, вот, потому что, ну, я думаю, только, наверное, человек, который нет чувства, у него все это просто так вот, ну, идет и идет, да. А я нет, я очень все серьезно принимаю к сердцу для меня. Каждый человек – это человек, это живой человек, и не важно, кто он, какая нация и все остальное, это вообще не важно, человек он человек. И это все очень тяжело, и действительно, как говорит Джулия М., я ее смотрю, она говорит, нужно посвятить себя тем людям, которые нас окружают, посвятить себя тому, что нас защищает. И меня защищает вязание, рукоделие, моя семья, мои дети, поэтому стараюсь уйти от этих всех мыслей, думок, от всего, что происходит. Не читаю новости, мониторю буквально один раз в день, уже ближе к вечеру, включаю, смотрю один выпуск новостей, хотя бы, хотя бы немножко знать, что происходит. Ну, какие-то, может быть, серьезные моменты не пропустить, и все. Насильно себя поначалу заставляла не смотреть, сейчас я уже поняла, что это мне только лучше от того, что не смотрю, что смотрю только один раз в день. И вам советую, не надо смотреть пять раз в день новости, лучше один раз в день посмотреть, узнать какие-то там более серьезные моменты, и все. Если вам тяжело, лучше вообще не включать. Я ушла в фильмы, визуальный, конечно, YouTube раньше был мало радует, сейчас смотрю девочек на дзене всех, к YouTube вообще, можно сказать, не возвращаясь, не смотрю его от слова, скорее всего, даже совсем. Полностью ушла от него, очень редко включаю, там бывает, если не вижу долго видео у кого-то на дзене, возвращаюсь на YouTube. Конечно, многие блогеры любимые не пошли на дзен, но ничего. Я думаю, что найдутся новые, также интересные, более блогеры, и будем дальше смотреть, жить, вязать, делиться всем тем, что происходит. Ладно, мои дорогие, на этом буду видео заканчивать. Получилось огромное видео, но я давно вам не показывала свое вязание, и сейчас вот нахвалилась. Два процесса законченных, очень рада. Конечно, хочется побыстрее сфотографировать и показать вам их на себе. Но на улице я вам сейчас вот покажу, вот моя геранька стоит, мы сейчас будем ее сажать скоро вместе с вами. У нас темное небо, и у нас хочет пойти дождь, поэтому у нас сейчас темно. Поэтому сфотографироваться пока не вариант. Там дожди вот у нас обещают, и естественно, в таких изделиях надо по дождю не фоткаться. Хочется, чтобы было солнышко, было ярко, чтобы все показать вам это очень-очень красиво. Ну, думаю, что в ближайшее время, конечно, сфотографирую и топ крючком, и этот кардиган, и все вам покажу. Ну, а на сейчас буду с вами прощаться. Здоровья вам, тепла, мира, добра и всего самого наилучшего. Встретимся снова здесь, на Яндекс.СМ. Кто не подписан, подписывайтесь. Спасибо, что смотрите. Спасибо за ваши лайки, комментарии. И всем здоровья, тепла и добра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok